И еще совсем недавно, выходя из подъезда, с детской площадки, а уж тем более из подвала, жители совершали вот такие странные манипуляции. То и дело чесались, стряхивали с одежды из тела блох. Пострадавших было очень много. Лиза Сосина вселетние каникулы гуляла во дворе и попала под атаку насекомых. Блохи искусали ребенка. Я посмотрела, как будто комару кусил. А потом я перехожу к маме, и мама говорит, что это блохи, потому что вот комар кусает, он большой. Там большой прям прыщик. А вот это они очень маленькие. Казалось бы, поймать в объектив видеокамеры блоху – задача невыполнимая. Но только не на Комсомольской 193. Здесь словно питомник кровососущих. Как тепло наступает, и, пожалуйста, все на ногах, на руках, на плечах и дома. Представляете, сижу, вижу, думаю, господи, то ли и сослепо. Блоха прыгает. Это шнажа. Вот она вся искусственная, посмотрите. Особенно вся. Особенно много было блох в подвале, и даже обработка химикатами не исправила ситуацию. Они меня отслуживали. Покажите, на штанах есть что-нибудь? У вас сзади вообще. Много там? Сзади. Да. Сзади у вас там. Много. Первая городская управляющая компания обещала принять меры, наказать недобросовестных исполнителей и провести обработку еще раз. Жители подтвердили, после нашей первой съемки приехали сотрудники в масках и потравили блох во всех проблемных местах. Насыпали туда порошка. Что за порошок? Какой? Ну, сыпали. Вот знаете, на второй, на третий день все равно их было много после того, как потравили. Может быть, потом этот порошок как-то разнесся или что? Их стало меньше. На детской площадке исчезли и вовсе. Эффективность противоблашинного средства подкрепил покос травы. Жители остались довольны. Алина Карасева, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.